Друзья, добрый день! Мы рады приветствовать вас на канале Калипсо Украина. И сегодня у нас есть предложение поговорить с вами про солнечную Испанию. Мы уверены, что многие из вас, конечно же, уже были в этой стране, путешествовали по островам. Будем рады, если напишите внизу в комментариях какие-то ваши пожелания, советы, ресторанчики, кафешки, отели, возможно, какие-то маст-си места. Спасибо, если это сделаете. Ну, а мы со своей стороны сегодня расскажем про Испанию, ответим на многие вопросы наших туристов, поэтому не переключайтесь, дальше будет интересно. Я немножко забегу наперед и скажу, что для меня раньше топ-место в Европе для летнего отдыха была Греция. Это был бескомпромиссный вариант, потому что, ну, поистине я считаю, что в Европейском регионе эта страна идеальная для летнего отдыха. Но после посещения Испании Греция так немножко пододвинулась. И не скажу, что она стала на второй план или заняла какое-то там второе место. Они наравне на данный момент находятся и поистине две шикарные страны для того, чтобы насладиться летним отдыхом, который вы точно заслужили. Итак, что ж такое Испания, куда мы летаем и что где можно посмотреть. Из Украины самолеты последние года летают, а, в Барселону и отдыхают туристы на побережье Госта Бравы, Госта Дорады. Летают в Аликанте и непосредственно возле этого региона туристы проводят время. Есть самолеты на Майорку, на Тенерифе, это уже островная часть Испании. И в этом году запускается чартер на Гран-Канарию. Ну, а теперь давайте по чуть-чуть про каждый из этих регионов. Барселона. Конечно же, я бы советовала начать исследование Испании конкретно с Барселоны. Потому что все-таки столица Каталонии, а на минуточку Барселона не столица Испании, столица Испании Мадрид. Завочку поставили. Барселона это главный город Каталонии. И отсюда я бы советовала начинать исследование и страны, и начинать ваш прекрасный отдых. Возле побережья Барселоны есть два основных больших, две основных больших курортные зоны. Это побережье Коста-Браво, оно идет наверх от Барселоны. И Коста-Дорадо, оно спускается вниз от Барселоны. В чем же их отличие? Ну, начнем с того, что, конечно же, то побережье, которое идет на север, первое, будет более глубокий вход в море. Камни, чем дальше от Барселоны, тем камни будут выше, соответственно, и больше. У вас будет вход в море песок вместе с большой галькой. Ну, и третий момент, с этого побережья начиналась история развития туризма Испании. Поэтому отели на побережье выше от Барселоны будут, ну, я бы так сказала, не такие супермодерновые. Но, тем не менее, все равно испанцы стараются, они держат марку, и в отелях происходит реновация. Возможно, они будут более типичные, то есть там нету дизайнерских ремонтов, у средних статистических отелей. Они примерно похожи по дизайну, но их огромнейший плюс – это суперкухня. Ну, и, наверное, я бы сказала, все-таки, ну, какая-то чистота, потому что испанцы стараются. Кухня на завтрак, на обед и на ужин, поверьте, отменная. Вам даже не захочется посещать кафешки возле отелей. Что еще важно сказать про это побережье и ответить на такой интересный вопрос? Настя, вот мы хотим посетить Лоры-де-Мар, но там же всегда холодная вода, что с этим делать? Так вот, ответ на этот вопрос у меня такой. География, друзья, география. Как я сказала до этого, побережье от Барселоны выше более глубокое. Соответственно, хоть у него и есть небольшой апологий вход, но у вас практически сразу идет глубина. И нужно понимать, что вода в этих местах не может прогреться до температур Турции и Египта. Средняя температура воды на побережье Коста-Браво будет 21-23 градуса. Выше она не сможет быть. То есть та температура воды, в которую вы привыкли, 23 плюс 26, это не тут, это чуть ниже. Это на побережье Коста-Дорады. Мы сейчас плавненько к нему перейдем. Что бы еще хотелось бы сказать про побережье Коста-Браво? Это про стоимость. Если сравнивать стоимость отдыха на территории всей Испании, это будет максимальный бюджетный вариант. Почему? Ответ суммы до этого. Потому что отельная база не такая шикарная, как в других регионах. Ну и, конечно, еще тоже можно такой плюс выразить, то, что и ценник на кафешки, и на магазины, поверьте, очень доступный и очень приятный. По поводу побережья Коста-Дорады. Я бы его советовала для туристов с детками, потому что пляжи там песчаные, удобный вход, вода будет прогреваться, нету таких глубин. Ну и отельная база чуть-чуть подавее, там нету такого выбора курортов, то есть это там три базовые, Лапинеда с Лоу Камбрис. Но среди тех вариантов я тоже думаю, что вы сможете найти для вас идеальный для размещения. И еще два моих важных микрокомментария, чтобы у вас не было шока, когда вы приедете в Испанию. Пляжи в Испании все муниципальные. Что такое муниципальный пляж? Это означает, что они принадлежат государству. Соответственно, везде вы вносите оплату за пользование шезлонками или зонтиками. Средняя стоимость на всем побережье Испании, включая и островную часть, от 7 до 21 евро за шезлонг и зонтик. Самые дорогие шезлонги зонтиками на Тенерифе, на островной части, ну так как бы исторически сложилось. Но в этом всем есть выход, и я бы даже вам рекомендовала так поступить. Европейцы и испанцы, когда отдыхают на пляжах, они приходят со своими подстилочками и со своими зонтиками. И вроде бы для многих туристов, кто привык до этого отдыхать на Кипре, в Греции, в Турции или в Египте, будет шок. Правильно, мы же привыкли, что приходим, у нас длинная пляжная полоса, рядышком друг к дружке прижатые лежаки. Тут я вам говорю, что за 1000 евро на двоих вы летите в Испанию сидеть на пляже со своими подстилками. Ну да, такое может быть. Нет, не вопрос, конечно, вы можете пользоваться и оплачивать шезлонги и зонтики, но очень часто это влетает на двоих в копеечку около 140 евро, ну в среднем за 7 дней отдыха. Соответственно, ничего в этом страшного нету и ни в коем случае, ну никакой там дискриминации, тут не лежать, тут не сидеть. Нет, пляжная полоса широкая, всем достаточно будет места и это не проблема. Можно зонтик взять с собой из дома, можно там купить зонтики от 4 до 13 евро в зависимости от объемов. Полотенчика тоже можно брать с собой с подстилочкой, а можно воспользоваться лайфхаком. Взять отель на первой береговой линии. Таких немного, но если вы обратитесь к ваша ше-менеджерам, вам подскажут. И, соответственно, без проблем вы сможете себе лежать, кайфовать возле бассейна на шезлонге и пешочком чуть-чуть пройтись по пляжной полосе в море и окунуться. Такой вариант тоже возможен. И второй микрокомментарий от меня. Все побережье Испании развивалось с железнодорожным транспортом. Это означает, что вот, например, у нас есть Барселона, вот у нас есть Аликанте. От Барселоны в две страны расходятся электрички, которые идут вдоль городков на побережье. Повторюсь, история туризма этого региона начинается с 60-х годов. Соответственно, была проложена эта полоса. И тут есть такой комментарий. И проверен на моем собственном опыте. Я спешу вас предупредить, чтобы вы не переживали. У многих вызывает шок. Вы понимаете, что вот у вас отель, вот у вас пляж, и за отелем сразу идет железнодорожная полоса электрички. Кто-то пишет в отзывах, боже, там так шумно. Друзья, это не шумно и это не страшно. И я с полной уверенностью заявляю, что они настолько адаптировали шум электрического этого поезда и его скорость, что это не доставляет никаких для вас неудобств. Электричка проходит четко по расписанию. В ночное время она не курсирует. Она начинает ходить с 7 утра и заканчивает в 11 вечера. И вы ее вообще не слышите. Это уникальность звука, потому что испанцы тоже про это беспокоятся. Поэтому не переживайте, чтобы для вас не было шок-контента. Вы приехали отдыхать, а тут у вас поезда. Нет? Они красавчики в этом плане. Поэтому такой вариант для вашего отдыха, наоборот, очень удобный. Вы без проблем сможете доехать в практически любую точку Испании, побережье, посетить все объекты, которые хотите на общественном транспорте за стоимость вполне доступную, от 10 до 15 евро, в зависимости от дальности вашего путешествия. Давайте дальше переходим. Что же у нас еще есть тут, на побережье Барселоны? Зачем же сюда едут? Я считаю, что это поистине рай для активных путешественников. Потому что Барселона сама по себе красотка. Это уникальный город, который хочется посещать и посещать. Важные моменты тоже от меня. Первое. Конечно же, это все, что связано с архитектурой Гауди. Это Саграда Фамилия. Это, конечно же, все парки. Но какой есть важный момент. Практически все объекты в Барселоне с целью минимизации туристического потока перешли на онлайн бронирование билетов. Вы не сможете прийти в Саграду Фамилию, зайти в кассу, заплатить денежку и взять билет. Это невозможно. Все бронируется онлайн заранее, все очень четко, все по графику. Никаких столпотворений людей. Это топ место посещения, особенно в летнее время. Но чтобы всем было комфортно, все переходит в онлайн. Поэтому вы можете заранее запланировать путешествие и посещение Саградой Фамилии, купить билет онлайн, если официальные сайты, не переживайте. То же самое с парком Гюэль. Вы покупаете онлайн заранее, не стоите в никаких очередях. То же самое с многими автобусами, если хотите хупон-хупов. Это топ места для вашего времяпровождения в Барселоне. Еще одно важное место, которое я бы искренне советовала посетить для всех, кто разбирается в искусстве. Это дом-театр Сальвадор Музей, театр Сальвадора Дали. Место энергетически сильное, я скажу только одно. Это тот момент в вашей жизни, когда вы сможете дать ответ на вопрос, был ли Сальвадор Дали гением или человеком со странностями. Посетить это место искренне очень советую. И, конечно же, Монсеррат. Место, куда стремятся толпы паломников и обычных людей. Просто с одной целью. Чтобы загадать свое истинное сокровенное желание. Желание должно сбываться. Итак, друзья, про курорт Аликанте. Это более новый курорт. Идеальный для семей с детьми, потому что пляжик пологий. В Бенедорме, это один из главных мест для посещения туристов и отдыха, считается идеальное место конкретно для деток, потому что это самый солнечный город Испании. Плюс, конечно же, еще этой местности, это то, что можно сплавать на пароме на Ибицу. И закрыть какой-то свой юношеский кирштальт, встретить закат в кафе Дальмар и просто насладиться еще одним островом Испании. Что еще мы можем предложить из Украины для путешественников? Конечно же, это островную часть. Это Майорка. Майорка идеально для тех, кто уже был на материковой части, понимает, что такое сангре, что такое морепродукты, что такое паэлья, что такое ритм Испании. Поэтому Майорка для тех, кто уже ценит вкус этой страны. Идеальный остров для любого типа отдыха, для семей с детьми, для взрослых. Отличные пляжи, входы, голубые лагуны. И замечательный вариант, чтобы проехаться по всему острову и насладиться экскурсионной программой, или взять машину в аренду. Поэтому пусть вам приснится Пальма де Майорка. Переходим дальше. Это Тенерифе. Тенерифе или второе название Канары. Это то вот, именно то место, которое вы слышали в своем окружении. Мы полетели отдыхать на Канары, и лучшего места не было. Остров Тенерифе. Это рай на земле А для шопинга. Это беспошлиное место торговли. Это означает, что практически все известные марки и одежды, и аксессуаров вы сможете там купить дешевле, чем они есть на материковой части. Второй вариант. Это уникальный природный объект. Вулкан. Пляжи с вулканическим и насыпным песком. Та комбинация природы, буйство красок, что есть на этом острове, ну, наверное, я бы не сказала ни одно место в Европе, где можно так отдохнуть. Супер плюс острова Тенерифе. Это то, что можно отдыхать круглый год. Летом температура не поднимается там плюс 30 градусов, зимой и в январе даже можно купаться. Просто температура воды будет, ну, 20-21 градус. Что нужно понимать про особенности отдыха на острове Тенерифе? Ну, первый важный момент, конечно же, это будет дороже, чем материковая часть Испании. Почему? Все просто. Открываем географию. Вы понимаете, что лететь до Барселоны там 3-3,5 часа, до Майорки 3,5 плюс 4, а на остров Тенерифе у вас расстояние в полетном времени больше плюс 5 часов. Поэтому и стоимость тура автоматом у вас становится дороже. Что еще важно? Есть пляжи с вулканическим песком, есть пляжи с насыпным песком. Вулканический – это тот природный, тот сильный, который дает силу. Насыпной – это тот, который привезенный и постаралась рука человека, чтобы вам сделать комфортные условия для отдыха. Вообще Тенерифе – это рай, и про него говорить не говорить, и я вас просто туда приглашаю. В этом году мы ждем чартер на Гран-Канарию. Это такой же остров среди архипелага Болярских, но нужно понимать, что в отличие от острова Тенерифе на Гран-Канарии нет такого массового туризма. То есть если все до этого перечисленные места в Испании – это паломничество со всего мира, то в Гран-Канарии туризм только развивается. Это идеальное место для тех любителей, которые поистине смогут оценить все природные краски, смогут кайфануть от вот той настоящей Испании и просто порадоваться жизни. Еще важный момент от меня по поводу тех туристов, кто хочет для себя начинать открывать Испанию. Конечно же, это экскурсионная программа. Испания – это и Барселона, это Мадрид, это и Валенсия, и это, конечно же, такой маленький городок, как Севилья. Уважаемые туристы, я искренне советую вам начать открыть эту страну с экскурсионного тура, а потом уже ехать отдыхать на пляже. Почему? Потому что тот колорит Испании, его нужно смотреть в середине страны. Есть замечательные экскурсионные программы, которые в себе совмещают как раз путешествия от Барселоны и до Барселоны. Вы заезжаете и смотрите и Мадрид, и Севилью, и Валенсию. Название этого тура – Испанская баллада. Да, конечно же, километраж у вас больше тысячи по кругу выходит, там больше намного тысячи километров. Но, тем не менее, вы сможете понять, и вас Испания загружит в танце фламенко, вас Испания угостит этой безумно вкусной сангрией, вы точно не будете голодные, потому что эти топаз-закусочки будут с вами на каждом шагу, и вы прочувствуете колорит безумно красивой страны. И я уверена, что Испания вас так же влюбит, как и влюбила себя нас. Друзья, присоединяйтесь к нам в группу Viber, подписывайтесь на наш канал. Под видео обязательно будут ссылочки на все программы, все туры актуальны. Мы всегда обновляем все в режиме 24 на 7. И помните, все будет travel. До встречи в Испании! Субтитры сделал DimaTorzok